Владимир Иванович, ну прежде всего Ваши комментарии игры сначала? Первый, доволен результатом, конечно. В таких играх можно хорошо, плохо играть. Главное, конечно, результат. Мы играем в финале. Вот это важно. Насколько важно было не дать немцам почувствовать уверенность в своих сетах? Наверное, в этом плане первый сет был очень уступаем. И первый сет, и те провалы, которые, в общем-то, они видели. Одна-две глупых ошибки, они, в общем-то, на 3-4 очка, значит, уходят сразу. Поэтому с такими командами, я понимаю, можно найти оправдание, время, пол первого ночи, что угодно, спим в это время. Но, в общем-то, такие невнимания в этом зале, с этой командой, может, дорого стоить. Каким образом Вы не даете команде, так сказать, заснуть? Посмотри на меня. Ты же только что сказал. Нет, ну, моя, наверное, что-то я немножко хоть могу чем-то помочь команде. Обычно тренер или мешает, или помогает. Стараюсь помочь. Чем была вызвана замена Перешков? Казалось, они немножко не нашли сегодня вообще язык Свермилиева. Ну, нет, не Свермилиева не нашли, Юрия. Все на такт позже. Готовность позже, агрессивность позже. Много переживаний было. Вот, может быть, слишком хотел сильно. Что? Как считаете, случится российский позже чемпионом? Я надеюсь на это. Спасибо. Получился такой непростой, да? Как у тебя ощущения? Ну, да, так же, как и домашний матч, так же 3-0 закончился. Но счет, это, ну, игра об этом не говорит. То есть, очень тяжело было играть, тем более здесь, при болельщиках. Немножко времени сказывается. То есть, с начала игры по московски 11 вечера, то есть, ну, немножко из ритма выбивает. Но ничего, справились, молодцы, всех поздравляю. Вот, кстати, вся эта атмосфера и вот тот факт, что, в общем, такая важная вещь на кону стоит. У тебя немножко не давило? Был какой-то прессинг? Да нет, об этом старались не думать, по крайней мере я. То есть, есть данный матч и настроен на данный матч. А то, что впереди будет, там уже надо дойти еще до этого. Тренер, как-то уже оценил твою игру? Потому что, в принципе, ты правил матч здорово, еще последний мячик забил. Да нет, какие оценки, все молодцы. То есть, разбор полетов будет, когда домой приедем. На финал, как ты думаешь, выйдет Новосибирск на вас? Это был русский полуфинал. Ну, я надеюсь. Я в прошлом сезоне играл с Аркасом при их болельщиках в их зале. Пять партий было, плюс золотой сет, шестой. То есть, ну, такое невообразимое творилось. Я первый раз такой встретился. И очень обидно, что не было телевидения, чтобы все это показать. Ну, с другой стороны, чтобы болельщик, в принципе, может быть, этого и не видел. То есть, ну, просто по пять мячей в партии. Очень некрасиво. И просто опускаются руки. Ну, не хочется играть в такие моменты. То есть, ребятам тяжело будет. То есть, парням я не позавидую. Посмотрим. Надеюсь, что они выиграют. Будет для них очень сильная закалка, так как можно так сказать. Хорошо, спасибо. Удачи тогда уже в Польше. Ну, мы надеялись, что будет более цивилизован. Но, к сожалению, игра показывает обратное. То есть, цивилизация... Не знаю, для чего они понимали, что у них мало шансов. Есть какие-то шансы, они, видимо, за них и цеплялись. Не знаю, некрасиво это, мне кажется. Как тебе показалось, превращение вен в строй усилило игру предрескактно? Или никак не изменило ничего? Да нет, я бы не сказал. Наоборот, мне кажется, проще с ними стало играть. Нежели тот диагональный, который играл в прошлом матче. Мы немножко не знали его, немножко не разобрались. А этого знали, поэтому мне легче было. Спасибо, Женя.